Краткое содержание предыдущих серий Проекты, которые являются эквивалентами центра космического Затем перенесли внимание на границы Рассматривали диалектику границы Потом перенесли внимание на проницаемые места границ Говорили о богах-охранителях порога, входов, проходов О Янусе, о Терминусе, в частности И, наконец, конкретизировали это в таком ряде Ворота, двери, окна, зеркала, картины Значит, дошли мы в этом ряду до окон Значит, ну понятно, что окно вообще создается для освещения Окно проводник живого естественного света И вместе с тем для нас особенно интересно, что окно оказывается регулятором визуального поведения Если двери допускают физическое перемещение человека в пространстве То окна предназначены в основном для регулирования визуального поведения И точно так же, как и двери, они задают условия зрительной коммуникации Для субъектов разграниченных пространств Вот, ну надо сказать, что окна зачастую по форме и оформлению Значит, сходны с формой и оформлением дверей Да, ну аналогия подчеркивается наличием конструктивных элементов Сходных Это створки врат, и ставни окон Оконная рама Вот Форма окна очень часто повторяет фасад Портал здания И как и дверь, окно выражает оппозицию Внутреннее, внешнее Видимое, невидимое Известно, что оформление оконных проемов Может воспроизводить космологическую схему Да, и вот потенциальная способность окна стать картиной Реализуется в витраже В витрине Можно вспомнить окна роста И так далее Ну, понятно, что живопись многообразно обыгрывала мотив окна Начиная с концепции окно в природу Да Ну, Альберте можно вспомнить Вообще, так сказать, ренессансную парадигму Да При этом надо иметь в виду Это я постоянно подчеркивал Когда говорилось о дверях и вратах Надо иметь в виду символику окна, как глаза Да Глаз – проводник света И окно – проводник света И чаще всего в языке окно и обозначается как глаз Да, окно и око И отсюда же связь окна с небесными светилами Прежде всего с солнцем Вот, над окном или на ставнях нередко изображается солнце Или даже солнце с глазом Вот, иногда окно имитирует своей формой глаз или солнце Ну, вообще, окно соотносится так же и с луной Вот, французская люнет Круглое окошечко, глазок Отверстие А во множественном числе очки Вот, ну, существовал У многих народов обычай открывать окно при восходе солнца Или когда оно уже достаточно высоко И это аналогично божественному акту выпускания солнца из небесного окна Помните, мы говорили, что Янус так же был сначала небесным превратником А затем превратился в бога стражей дверей, ворот, входов, проходов Вот, русская народная загадка есть, означающая глаз Стоит палата, кругом мохнато, одно окно и то мокро Вот, загадка такая Ну, поскольку мы говорили о ритуале строительства дома на славянском, значит, как бы, материале То стоит и о роли окна сказать, значит, в традиционной русской избе Вот, мифологическое сознание вообще наделяло окна многими символическими функциями Вот, окна, как и двери, означают дом, как жилище человека именно А вот без окон, без дверей мог быть только дом, принадлежащий иному миру Да, например, Бабе Иге в волшебных сказках Вот, вообще, так сказать Ну, ладно, об этом боже И в то же время окно – опасное место в доме Поскольку оно является границей между своим и чужим пространством Да, внутренним пространством жилища и внешним миром Воспринимавшимся как враждебный Вот, было принято считать окно местом осуществления связи между живыми и мертвыми Так, в день смерти человека на подоконник ставилась чаша с водой А к косяку прикреплялся кусок белой ткани или полотенца Вода и полотенце предназначались душе Душе усопшего По народным представлениям, находившиеся 40 дней после смерти В своем прежнем жилище Водой душа умывалась, а в полотенце отдыхала Бытовало поверье, что в доме, где часто ссорятся Часто ссорятся ангелы, оберегающие семью Находятся не в избе, а под окном И отсюда запрет выливать помои или выбрасывать мусор в окно Да, потому что можно угодить в ангела Когда совсем плохо будет Вот Считалось также, что весть, полученная через окно Должна всегда привести к кардинальным переменам в жизни Что еще можно сказать Теперь Какой там у нас? Третий член этого ряда, да? Зеркало Зеркало В традиционной культуре зеркало Символ удвоения действительности Вот, подобно порогу, окну Тому подобному Является собой границу между этим И тем, иным потусторонним мирами И пограничный характер зеркала Требует обращаться с ним очень осторожно Вот Существовал запрет смотреться в зеркало ночью Когда активная нечистая сила Можно накликать смерть Опасно и время грозы Ну, кто жил, в общем, в деревне До сих пор, вы это, наверное, знаете Что во время грозы Зеркала завешивают Вот А также надо закрыть двери окна То есть прервать связь Смысл этого действия Прервать связь между Двумя пространствами Вот своим Защищенным, да? И Вот тем, откуда идет угроза Гроза Вот И после смерти человека Также завешивают зеркало Вот Потому что отражение в нем покойника Может привести К новой смерти К смерти кого-то из близких Вот Ну, существенно так же Что в свадебной обрядности Зеркало Зеркало надевалось Любовной и брачной символикой Существовал обычай Дарить невесте зеркальца После венчания Молодые смотрелись В одно зеркало Что означало их Единение И замечательно, конечно Гадание по зеркалу Вы помните У Брилова есть известная Картина Гадающая Светлана Вот Как раз Перед зеркалом она Чтобы узнать своего суженного Девушка расстилала на столе Белое чистое полотенце На него Помещало зеркальце Поверх ставила рюмку с водой И опускала туда кольцо Вот Нужно было смотреться в кольцо долго Пока не появится лицо суженного Вот Ну и другие варианты гадания по зеркалу Существовали То есть зеркало Это такой Амбивалентный Объект Да С двухсторонней символикой Вот С одной стороны Зеркало Может исказить действительность А с другой стороны Зеркало Говорит правду Да Говорит правду Свет мой зеркальце Скажи Да всю правду Ну и так далее Вот Из книг Которые Можно было бы Порекомендовать По этой части Ну значит Советую Посмотреть Историю зеркала Мельшиорбонная Мельшиорбонная Такая сложная фамилия у нее История зеркала Есть такая книжка Она не так давно Вышла Вот Хорошая Ну правда Я бы сказал Что она не очень Семиотическая Вот А скорее такая Историческая Но массу сведений Оттуда можно почерпнуть Ну и потом существует Один из томов Известной серии Труды по знакомым системам Тартовской семиотике Ну целиком Посвящен этот выпуск Семиотике зеркальности И там Зеркальность Рассматривается На разных На разном материале Там есть Значит Борхес Значит Литература Там есть Значит Пушкинское Зеркальце Светмое Зеркальце Статья Золяна Замечательная Вот Там есть О зеркальности В пространственных Искусствах И так далее Так что Вот Это можно посмотреть Вот Также рекомендую Александра Николаевича Афанасьева Знаменитого Фольклориста Да Собирателя Издателя Народных Русских сказок Вот У него есть статья Стихия света В ее поэтических Представлениях И несмотря на то Что это в общем Достаточно Старые работы Но они по-моему В полной мере Сохраняют Свое значение Во всяком случае То что касается Его наблюдений Над языком Над языками Вот По части Вот этой связи Свет и глаз Вот он там Зреть Взор Зоркий Зорь Козорница Зарева И так далее Вот Вот О представлении Небесных Светил Как очей Солнце Как око дня Солнце Луна И звезды Глаза Неба И наоборот Глаза Уподавляются Светилом Лоб Небесному С воду Кстати говоря Вот Тот кто занялся Скажем Портретами Петра Водкина С его таким Всеобъемлющим Космологизмом Вот Имейте ввиду Что и лицо может Не только в древности А сравнительно Недавно Вот У Петра Водкина Существовала Вот такая Космологическая Такое Космологическое Понимание Восприятие И понимание Лица Вот И вот эти Его гигантские Головы Которые бывают В два раза больше Чем Натура Вот И Само строение Лица Вот Он именно так И понимал Он как бы Заново Открыл Ну хотя Петро Водкин Очень тесно Связан с традиционной Культурой И конечно Через иконопись Им обожаемую Много получил Вот Но вот В его автопортрете Скажем Знаменитом Восемнадцатого Года Ну Все его знают Или скажем В Голова мальчика Узбека Такая дивная Работа Двадцать первого Года В Самарканде Написали Или скажем Желтое лицо Так называемое Вот В целом Ну девушку Окна Двадцать восьмого Года Вот В целом Ряде его портретов Особенно так называемые Большие головы Так их называют Вот Вот там Действительно Значит Мы видим Как бы два мира В лице Земной Который связан С С Сортом С низом лица Глаза Служат Границей А Лоб Это уже Небесный свод То есть Вот это вот Я бы сказал Не метафорика Даже А символика Именно Вот Она чрезвычайно Существенна Для понимания Петра Откина И если Вот эти корни Не копать О которых мы сейчас Говорим То особенно Сильно все это Не переживешь Не поймешь Вот Но надо помнить О том Что Божество Изображалось Как всевидящее Око Испускающее Солнечные лучи Циклоп Между прочим Да У него один глаз Во лбу Глаз солнца Восходящий К солнцу Глаз Вообще Циклоп Или киклоп Это Киклос Цикл Круг Колесо Круг Оборот То есть Мы возвращаемся К тем тем Которые мы обсуждали Связанным С солнцем Вот Вообще Так сказать Советую вам Наблюдать Повнимательнее За языком За языком Потому что Ну язык Много что Выговаривает Сверкающий Взор Молниеносный Взгляд Метать Стрелы Из глаз Все это Имеет Глубокие Мифологические Мефопоэтические Корни Вот И очень Любопытно Под Этим Знаком Рассматривать Литературу Вот Ну Так Пару Примеров Приведу Скажем Там У Кушнера Есть Стихотворение Окна Из цикла Голос 78 Года Кушнер Не самый Мой любимый Поэт Вот Но Тем не менее Очень Тонкий И И У него Какие-то Очень Специфические Отношения С оптикой Вообще Вот С этой Темой Окон Связь Окно И глаз Ну вот В частности Коллекции Моей Не угрожают Ни ржавчина Ни пыль Хранится В ней С полсотни Ленинградских Влажных Окон Друзья Мои Приятели Подруги Дарили мне Их Не подозревая О том Как я их Дар употребляю Окно На охоту Шорохом Трамвая Окно На сад Который Так люблю Окно На поле Марсова С персидской Сиренью И гробницами Окно В колодец Петербургский С подворотней И дворницкой И эхом Доносящим Безумный разговор Окно Открыто А разговор Все жарче И странней А это мне досталось От визита Случайного К друзьям Моих друзей В нем Карповка И кажется Каштаны Мне свечи Вертикальные В листве Запомнились Когда-нибудь Сверну на Карповку И снизу Сон проверю А есть еще В коллекции На мойку Окно Вблизи квартиры Роковой На Лиговку На порт На новостройку За ласковой Поклонной Угорой Ну и так далее Вот Я сейчас В общем Только примерами Оперирую Вот Или в другом Стихотворении Того же Кушнера Хлебом меня не корми Но позволь заглянуть В стеклышко Линзу Подзорную даль Что-нибудь В геодезический Теодолит Например Помню Однажды Мне дал Посмотреть Инженер Что за услад В бинокль Заманить полевой Дальнюю мачту Какой-нибудь Шпиль Ледяной И отнимаю Бинокль От обласканных Глаз К жизни Вернуться С утра Окружающий нас Ну опять же Так далее Вот Ну Из писателей Наверное Почти вне Конкуренции Набоков Вот У которого Оптика Разработана Ну высочайшей Так сказать Степени Вот Я занимался Под этим Углом зрения Рассматривал Дар Ну это Кладезь Вот В даре Так сказать Оптика Поразительная Вообще Он сам Набоков Говорил Что может быть Ну про Своего Альтер-эго Про героя Дара Федора Константиновича Годунова Чердынцев Он говорил Может быть С детства Даже живопись Обещалась Ему А потом Он все-таки Значит Стал поэтом Ну можно Ходосевича Вспомнить Знаменитая Перед зеркалом Да 24-го года С темой Двойничества Связанное Стихотворение Я Я Я Что за Дикое слово Неужели Вот тот Это я Разве мама Любила Такого Желто-серого Полуседого И всезнающего Как змея Вот С автопортретом Конечно Это связана Тема Вообще Зеркало И в поэзии В частности У Волошина Есть замечательный Стих Зеркало 905-го года Я глаз лишенный век Видите Опять Вот эта Аналогия Постоянно всплывающая Из мифопоэтических Глубин Я глаз лишенный век Я брошена На землю Чтоб этот мир Дробить и отражать И образы скользят Я чувствую Я внемлю Но не могу В себе Их задержать Вот Вот значит Такие Такие Примеры Ну Так сказать Число примеров Может быть Конечно Бесконечно Вот Поскольку Все-таки Мы говорим Об универсалиях Вот Теперь Что касается Рамы Вот Переходим Уже К картинной раме По-моему Я вам читал Этот стишок Вознесенского Да Про раму Был бы я Крестным ходом Я под каждого храма По городу ежегодно Нес бы пустую раму Ну И так далее Да Вот Ну Вознесенский Он такой был Интеллектуал Вот Следил за модой научной Рама Вот Теперь мы подошли К функции Рамы Ну Советую Из книжек Значит Макса Фридлендера Читать Есть у него Приведенный На русский язык Об искусстве И знаточестве Текст Да Это 2001 год Вот Где он в частности Говорит Функция рамы Заключается в том Чтобы засвидетельствовать Целостность композиции Оградив изображение Придать ему Некие границы Изображение всегда Во все времена Помещается в раму Хотя это и делалось Всякий раз По-разному Фреска Как и всякое Изображение Предназначенное Для украшения Некой поверхности Или например Монохромный рисунок Требует Если в этом Вообще возникает Необходимость Очень скромного Обрамления Чем больше Иллюзия Реальности Которую создает То или иное Живописное произведение Тем больше Потребность в раме С которой Изображение Не будет сливаться Как сливается Бордюр со шпалерой От которой Оно будет И в цветовом И в пластическом Отношении Отчетливо Отделяться Ну и дальше Вот он критикует Современную ему Культуру Значит Изобразительную В основном Вот с точки зрения Утраты Связи Рамы И изображения В последнее время Говорит он Гармония между Изображением И рамой Полностью разрушена Рама Как будто Во всеуслышание Заявляет о том Что обрамляемая Ею поверхность Не есть действительность Но картина В 18 веке Рама почти никогда Не была частью картины Она скорее Выполняла роль Моста Вот тоже Между прочим Замечательное сравнение Помните мы говорили О диалектике границ Говорили Ров мост Роль моста Объединявшего Полотно с меблировкой Отделкой стен Архитектурой И была исполнена В едином С ними стиле Ну Когда будем говорить О Рококо Будем мы Говорить об этом стиле Специально Вот значит Это мы припомним Ну и дальше Равнодушие С которым Относились к рамам Для своих работ Художники 19 века Вызывает Некоторое Недоумение Действительно Ничто Не выявляет С такой Компрометирующей Отчетливостью Явное ослабление Художественной силы Ставшее В изобразительном Искусстве Повсеместным Как неспособность Или даже Нежелание Создать для великой Живописи 19 века Достойный Подобающий тип Рамы Вот Ну и дальше Об опыте Шинкеля Который попытался В Берлинской Картинной Галерее Значит Абсолютно Идентичные Рамы Для всех Картин Сделать Ну и что Из этого Получилось Вот Еще один Источник Это Арнхим Неоднократно Помянутый уже Рудольф Арнхим Искусство И визуальное Восприятие Там есть Главка Рамы И окна Рамы И окна В частности Он говорит Рама Как мы теперь знаем Начиная с эпохи Ренессанса Претерпела Существенные Изменения Она Эволюционировала От фасадной Конструкции Перемычек Окон и дверей И пилястр Окружающих Алтарь Понятно Что рама Родственницы Дверей И окон Косяков Ставни И прочее По мере того Как пространство Картины становилось Самостоятельным Объектом И освобождалось От стен Появилась Необходимость В развлечении Физического Пространства Комнаты И самостоятельного Мира картины Ну и наконец Виппера Можно припомнить Классический труд Да Вот значит Статья об искусстве Он там Немножко говорит И о раме И о формате Вообще хорошо Говорит Вот В частности Говоря История формата Еще не написана Но она и до сих пор Не написана Что во времена Виппера Так сказать Существовали Эпизодические наблюдения Что сейчас Вот нет Такой книги Формат Ну не знаю Может быть Есть конечно Но я никогда Не видел Не слышал А все-таки Как-то я этим Интересуюсь Вот Таким образом Вот мы значит Теперь подходим Подходим Уже Вплотную К структуре Регулярного поля И тут не обойтись Без Понятия Симметрии Симметрии Вот Шапира тоже Немножко об этом Говорит Но опять-таки Все-таки Не очень Систематично Мне кажется Выстроено В логическом Отношении Его Вот Рассуждение О регулярном поле Вот Но Когда мы говорим О регулярном поле Мы всегда Подразумеваем Симметричную основу Да Вообще Слово симметрия Употребляется В значениях Соразмерная Уравновешенная Пропорциональная Гармоничная Идет ли здесь Речь о Космическом устройстве Да Как у греков Скажем Да Или О произведении Искусства Вот Идея Эта с глубокой Древности Разрабатывалась Получала И количественную И качественную Интерпретации Ну скажем Числа Как основа Гармонии Да Гармония Как благо Как выражение Добродетели Золотая середина Когда достигнутое Совершенство И прочее Ну уже немножко Говорили об этом Когда говорили О символах Центра Вот Ну тяготение К симметрии Ну не стоит быть Слишком педантом Так сказать И вообще Искать Абсолютно точную Симметрию В произведениях Искусства Но тенденция К соблюдению Симметрии Должна быть признана Универсальной Это Это очевидно Причем Включает Это и поэзию И музыку И архитектуру И скульптуру И даже танец Вот Хочу поделиться С вами Есть такой сборничек Который я очень люблю Значит Узор Исимметрии Он называется Вот Сборничек Этот Переводной Здравствуйте Илья Аскольдович Маша Чуть не упала Так Значит Это Москва 1980 год Издательство Мир И здесь Ну здесь Масса материалов Всяких И широко Очень трактуется Симметрия Показано Ее универсальное Значение И частные Случаи Рассмотрены И вот В частности Здесь есть Такой Такое Сочинение Орхестра Или поэма Об искусстве Танца Вот такой Фрагмент Приведен Поэмой Написанной Сэром Джоном Дэвисом Ну это В общем На исходе Возрождения В начале Эпохи барок Да Он 1569 1626 Его годы Жизни И вот Он Смотрите Как связан Связано Искусство Танца Опять же С космологией Искусство Другом Садясь На миг Расходится В другой Все новые фигуры Образуя Столь дивное Согласие Плод любви Мы в танце Подражать ему Должны И дальше Гармония Симметрия Симметрия Хореография Интересно Рассматривать Ну Музыка Поэзии Понятно Это еще Коснемся Итак Симметрия Да Ну так же Еще рекомендую По симметрии Это Герман Вейль Крупнейший Математик 20 века Есть у него Принстонские Лекции А симметрии Четыре лекции А симметрии У нас Эта книжка Издана Я пользовался Изданием Ну ранним Наверное Переиздавалось Симметрия Просто называется Москва 1968 Год Вот он там Тоже основные Основные Типы симметрии Рассматривают Понимаете Когда мы В контекстах Искусствоведческих Встречаем Слово симметрия Изображение Построено Симметрично Это что значит Это значит Что все имеют ввиду Только один тип симметрии А именно Зеркальную Симметрично Это значит Вот Уравновешенно Относительно Значит Воображаемые Плоскости Зеркала Вот Но зеркальная Симметрия Да Действительно Это самый распространенный Вид симметрии Но не единственный Вот Симметрий Много Вот И если вы Вот эти источники Которые я вам указал Внимательно Почитаете То То Обнаружите Но надо иметь Нам Для нашей работы Ввиду Хотя бы три Основных Зеркальная Понятно Да Принцип бабочки Вот Элемент симметрии Зеркала Вот В теории симметрии Оно двумя сторонами Способными Отражать Охладает Да Вот И все Что допускает Разделение На две идентичные Половины Значит Обладает зеркальной Симметрией Это понятно Другой тип симметрии Поворотная Симметрия Поворотная Или симметрия Вращения Да Элементом симметрии Здесь служит Воображаемая ось Вокруг которой Совершается Поворот Да На Конкретный угол Скажем Если Двяносто градусов То четыре Поворота Для возвращения В исходное состояние Значит Это симметрия Четвертого Порядка Ось симметрии Четвертого Порядка Если Сто двадцать градусов Ось третьего Порядка Ну и так далее Понятен принцип Да Вот Ну скажем Свастика Которую не хочется рисовать Свастика обладает Именно только Поворотной симметрии Вот И Вейль специально Вот Описывая Эту самую Этот тип симметрии Он говорил О Магической силе Таких фигур Как свастика Видимо Вот она кроется В том Что они В некоем Вечном движении Как бы находятся Обладая Вот только Значит Симметрией Вращения Безотражений Вот И наконец Третий Третий тип симметрии Это перенос Или трансляция Перенос Или трансляция Ну это Симметрия Образуется Посредством Повторяемости В пространстве Через определенный Интервал Ну греческий Меандр Да Вот такие узоры Замечательно Тоже передают Идею бесконечности Есть А? На самом деле Стран Это Получается Второй или третий Вращающийся Вращающийся Ну здесь Вращение Конечно Это поворотно Получается? Да Поворотно Ну просто Там ведь Есть На плоскости Да Поворот Вот скажем Знак свастики Да Это Вот И в пространстве Вот Ну во всяком случае Одно не исключает Другого Да И могут комбинироваться Различные Различные Типы симметрии И как правило Они комбинируются Вот Хочу обратить Внимание Ваше На Опять-таки На 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 Понятие Середины Да Как условия Гармонии Вот Раньше Мы говорили О середине Или о центре Вот Как Начали Космического Так сказать Строительства Да Космос Из хаоса Появляются В виде Некоторого Центра Да А здесь Вот уже Речь идет Об Эстетическом Понимании Середины Да Как условия Гармонии Об этом Лосев Очень хорошо Рассуждает В своих В своем Труде По Античной Эстетике Вот он Говорит Понятие Середины Или Центра Имеет Огромное Значение Во всех Областях Греческой Науки Искусства И философии Без этого Уравновешивающего Все бытие Принципа Начиная С психологии И кончая Космологии Совершенно Немыслимо Никакое Античное Мировоззрение Это именно Он заставил Древних Учить о пропорциях В связи С геометрическими Телами Физикой Акустикой Арифметикой Везде Грек Видел Нечто Цельное А это И значит Середину Куда можно Отнести Гомера Гесиода Салона Фукидида И классическую Середину То есть Научную Математически Организованную Эмпидокл Исхил Еврипид Аристотель Без понятия Середины Немыслимо Такие античные Учения Немыслимо Также Античные Учения О пропорции Мере Симметрии Гармонии Немыслимо Такое Диалектическое Объединение Беспредельного И предела Которое Мы находим Античные Философии И прежде всего В Платоновском Филипбе Ну и так далее Вот Очень хорошо О середине Вот Что касается Непосредственно Вот Применение Принципа Симметрии В изобразительности То Вот Посмотрите Как об этом Рассуждает Арнхем В искусстве Визуальном Восприятии Где он Проделывает Очень простой Такой Опыт С диском Вот В пустом Формате Квадратном Перемещает Диск И показывает Насколько Разные Возникают Эффекты Психологически Разные Эффекты И замечательную Метафору он употребил Он сказал Что любая линия Нарисованная На листе бумаги Ну вот на этом Самом регулярном Поле Подобно Камню Брошенному В пруд То есть Сразу Инициируется Некий Динамический Процесс Вот Ну и Даже Вот скажем Там Михаила Владимировича Алпатова Часто Так с Презрением Говорят Даже некоторые Коллеги В этой аудитории С таким Каким-то Презрением Говорили Что ну вот Такой Сильно болтливый Искусствовед Есть Есть конечно Заслуги Но все Это хорошо Было В темные Советские Времена Но знаете Я так Не думаю Я думаю Что у Алпатова Можно найти Совершенно Изумительные Страницы Не говоря о том Что он был Талантливейший Писатель Просто А всякое Искусствоведение В конце концов И литература Тоже О не построении Голых схем Поэтому Вот у него Есть книжка Очень старая Кажется 39-го года Довоенная О композиции В живописи И он там Скажем О регулярном поле Ну замечательно Просто пишет Задолго Задолго До Шапира И в частности Говорит о мастерах Ренессанса Что эти Художники Этой эпохи Превосходно знали Что Избирательная Плоскость Но он не употребляет Термин регулярное поле Ну понятно О чем идет речь Вот эта симметричная Гладкая Избирательная плоскость Еще до того Как стать картиной Уже Содержит в себе Структуру Которую Значит Вот Мастер может использовать А дилетант Просто не понимает Ну это примерно То же самое Что с шахматной доской Понимаете Можно играть в шахматы Если знаешь правила Вот И разыгрывать Бесконечные комбинации А можно значит Как дети Ну в Чапаева Играть Ну вот так Щелчком сбивать Фигурки Ну вот Отношение между Дилетантом и мастером Примерно такое же Дилетант Не разумеет Структуры поля И думает Что вот важно Важно нарисовать Там Не знаю Нос Глаз Там Чтобы похоже Было А где В каком месте Листа Или холста Это не важно Ему кажется Что это Идентично Ничего подобного Вот в одном углу Это будет одно Одно взаимодействие С полем Одна композиция А там Не знаю Чуть смещенное от центра Другое совсем И так далее И так далее На самом деле Тут должны быть Очень тонкие Развлечения Вот Во всяком случае Очень хорошо Арнхем рассуждает Вот О регулярном поле С точки зрения Психолога И дальше Мы естественно Подходим К Теме формата Да Ну уже не буду Повторять Так сказать Повторять То что Неоднократно Говорилось Надо конечно Не забывать Что Вообще Так сказать Предпочтение Той или иной Того или иного Типа симметрии Служит Таким Очень Важным Признаком При Развлечении Стилей Скажем Ренессанс Предпочитает Симметрию Ну в основном Все таки Зеркальную Да Зеркальную Вот Вольфлин Говорил Когда Различал Ренессанс И барокко Классическое искусство Есть искусство Отчетливо Выраженных Горизонтали И вертикали Наглядность Этих моментов Доводится До высшей ясности И остроты Идет ли речь О портрете Или о фигуре О жанровой сцене Или о пейзаже В картине Всегда Господствует Противоположность Отвесных И горизонтальных Направлений Чистая Первичная форма Является Мерилом Всех отклонений Части картины Располагаются В шестнадцатом веке Около средней оси Создавая впечатление Устойчивого равновесия Барокко Напротив Склонен Если и не вовсе Вытеснять Названные моменты То все же Затушевывать Их противоположность Слишком ясное Просвечивание Тектонического Остова Ну то есть Вертикально-горизонтальных Отношений Ощущается им Барокко Как окаменение И как противоречие Идеи Живой действительности Но при этом надо Опять-таки Надо избегать Ну такого вот Схематичного подхода К эпохе И к стилю Потому что Мы знаем Что в семнадцатом веке Когда значит Вот это Как много новостей И за двадцать лет И в сфере звезд И в облике планет На атомы Вселенная крошится Все связи рвутся Все в куски дробится Основы расшатались И сейчас Все стало Относительным для нас Кто написал? Джон Дон Написал Анатомия мира У него такая Великая поэма есть Так вот Если у Рубенса Вот эта Относительность Вне зависимости От Там Не знаю Английской Метафизической школы Вот У Рубенса Значит Начинает Господствовать Преобладать Поворотная симметрия Вот Рубенсу Надо значит Все закрутить Вот Вот эти вихревые Круглые формы У него Основную Нагрузку Несут В построении Его художественного мира Художественного космоса Но совсем не так Как Рубенс Вот их очень интересно Сравнивать Ну и наконец Так Сейчас я дам отдохнуть Фонтану на некоторое время Значит Ну пять минут еще Да Нормально Вот Значит Конечно Предпочтение Того или иного Типа формата Вот Очень важный Тоже Признак стиля Вот Если скажем Ренессанс Предпочитает Прямоугольный формат И тонда Да Ну то есть В принципе Вот в основе Опять же Квадрат-круг Мы об этом рассуждали На широком Таком Материале То Барокко уже Сохраняя конечно Ну статистическая норма Всегда прямоугольник Но барокко значит Уже Стремится К резко выраженной Доминанте В формате Вот Ну в частности Вот Вытянутые вертикальные Форматы появляются А скажем Для Рококо Повторяю Будем говорить О нем Подробнее В следующий раз Для Рококо Один из Излюбленных Форматов Овал А вот Марина Когда показывала Нам примеры Разные Да Вот Я сказал о том Что очень важно Различать Тонда и овал Это все В смысле Выразительности Это совершенно Разные вещи Тонда все-таки Это ну такая Идеальная форма А овал Он неуловим Он неуловим Так же как Так же как Вот Ну эти стихи То знаменитые Про Рокайльные Совсем Любите живопись Поэты Лишь ей Единственное Дано Души Изменчивые Приметы Переносить на полотно Ты помнишь Как со дна Былова Не Из тьмы Былова Едва Закутанного Атлас С портрета Рокотова Снова Смотрела Струйская И дальше Ее глаза Как два Тумана Полуулыбка Полуплач Ее глаза Как два Обмана Покрытых Глой Неудач Вот эти Как два Тумана Это что надо Такое сказать Вот Рококо Уже строится На На Сокрытии Так сказать Всяких Тектонических Основ Как будто бы Там господствует Случайность Но на самом деле Лучшие мастера Этого стиля Ну там не знаю Гениальный Вато На самом деле Хотя там И прожил мало И якобы И времени у него не было Рассчитывать сильно Композицию Не то что там Леонардо Значит Это По три года Вот А Он как бы Импровизировал Но на самом деле Этот гениальный человек Так овладел Правилами игры Что При кажущейся Случайности Его композиции Сбалансированы так Что может Вообще Может Самый крупный Ренессансный Мастер Ему в этом отношении Позавидовать